здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана осень у нас в самом разгаре и один из актуальных вопросов это когда выкапывать саженцы из шкулки и когда осуществлять осеннюю посадку саженцев винограда об этом мы с вами сегодня и разговариваем но конечно первое самое основное мы не спешим смотрите я стою возле школки и что я вижу абсолютно зеленый лист мы потом пройдемся посмотрим растение еще не готово и не надо его тревожить раньше времени наша задача сделать так чтобы растение ушло на покой причем ушло на покой само я не применяю никаких жестких химических мер я не применяю никаких дефолиантов и единственное что я применяла для своих саженцев это конечно же монофосфат калия либо сульфат калия но тогда когда лист еще работал и вот смотрите сегодня у нас 8 октября утром прошелся легкий морозец чуть-чуть был и не по траве вот видно по послену его прихватила а вот листья винограда им абсолютно ничего не сделалось они еще есть и они еще худо-бедно но работу даже несмотря на температуру если растение само их не сбросила значит они еще для чего-то ему нужны и сейчас мы ждем нормального естественного листопада ну либо он случится от морозиков либо растение само сбросит но даже допустим если у вас прошел заморозок лист поморозило лист осыпается не спешите эти самые саженцы тревожить не спешите сразу же их обрезать потому что весна у нас идет ток питательных веществ снизу вверх а сейчас он идет сверху вниз и соответственно даже если листик уже отвалился от мороза если он естественно упал там все нормально а если он отвалился от мороза то ток питательных веществ еще идет и не надо растение его лишать но что корешкам тоже надо питаться и растению надо иметь запас питательных веществ поэтому мы не спешим пока что у нас вообще еще все зелененько и пусть так и будет когда совершится естественный листопад либо после заморозка и пройдет некоторое время тогда уже растение готово к пересадке оно ушло на покой и ему будет легко перенести транспортировку любые пересадки потому что она в спячке в нормальной естественной спячки и если вы думаете что может быть потом будет слишком поздно высаживать нет не будет поздно пока земля у нас не замерзла пока она более-менее нормальная именно вот такой спящий саженец вполне можно садить тем более что и осталось нам ждать уже не так долго я думаю что недельки 3 она может быть чуть больше и все процессы завершаться но при этом давайте говорить о том всего лишь начало октября еще на самом деле довольно раннее время вот переключила камеру с другой стороны вот это яблоня видеть еще зеленый абсолютный лист дальше березы тоже они еще с листьями пусть поредевшими но тем не менее то есть время еще слишком ранее поэтому торопиться нам не следует и конечно же показываю низ саженцев вот вызревает лоза да не у всех саженцев она вызревает конечно так идеально у некоторых чуть послабее на вот здесь кое-где встречается зелененькая но ничего страшного еще есть время чтобы все у нас дозрело тем более нам для саженцев надо всего лишь несколько почек чтобы вызрело я думаю что на несколько почек все у нас вызреть успеет повторюсь время еще есть и напоминаю что саженцы можно высаживать до тех пор пока еще земля не замерзла саженцы в спящем состоянии если мы их возьмем вот в таком как они сейчас то конечно ну таким саженцам а любая пересадка сейчас это стресс и если вы волнуетесь что вы например ну не успеете саженцы высадить по каким-то даже своим личным причинам либо боитесь что нам придет снег придет мороз тоже не стоит об этом беспокоиться дело в том что саженцы в спящем состоянии прекрасно все переносит и если вам допустим неудобно их высадить не получается поехать все что угодно просто даже если лениво на пример уже прохладно на улице то такие саженцы прекрасно сохраняются до весны где в подвале раз второе можно даже отвести им полочку в холодильнике и в холодильнике они тоже прекрасно себя будут чувствовать до весны более того я вам сейчас покажу пример в прошлом году я немножко поэкспериментировала с саженцем я их очень долго хранила и сейчас я вам покажу что из этого получилось и сколько они у меня прожили смотрите вот эти саженцы еще живы они конечно уже пытаются умереть но сегодня у нас 13 августа я их достала из подвала где-то месяц назад у них уже были вот эти вот побеги выросли правда не были беленькие сейчас на не уже на солнышке окрасились кстати не особо подгорели и увидите упаковочка до стрейч просто песок все я даже за это время с осенью и ни разу их не полила не подлила водичкой и вот на момент 13 августа они еще живы ну так получилось что поскольку я забыла их в подвале потом достала уже просто решила провести эксперимент как говорится на живучесть так вот саженцы очень даже живучи если они продержались до августа таком состоянии все еще живы значит вполне не могут переносить и транспортировки и хранения но я с вами прощаюсь напоминаю что мы выкопку саженцев планируем конец октября начало ноября будем смотреть по погоде и по их состоянию вам большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты и до новых встреч